да я сам видел как давид яныч старушку переводил через дорогу а сейчас скажу что верные люди рассказывают что однажды девушка тону давид яныч прыгнул с моста спас ее и потом они даже чуть не женились у них потом там что-то разладят и черт с ней еще говорили что вот он никогда не пропустит мимо себя сироту всегда подзовет к себе потреплет по затылку по загривку и все время вглядывается вглядывается в лицо а потом и так с облегчением выдохнет обязательно крендель с изюмом купит вот какой человек впереди давид яныча всегда шла молва поэтому я даже не зная еще и не видя этого человека всегда слышал о неком черкасском все рассказывали замечательные истории об этом легендарном человеке рассказы например покойного татарского саши с которым был знаком тогда уже и он все время вспоминал свои детские годы каким для него был в те годы черкасске кумиром что он когда приходил в его семью то все буквально молились и для них он был просто идолом я думаю что с давидом все знакомства они начинались с возлияний каких-то уже такой раблезианец поэтому с ним по-другому нельзя понимаете вот когда встречаешь такого человека как встретить ахматову допустим или тарковского просто меняется кардинально твоя жизнь вроде ничего не произошло а меняется и он и пал а теперь расскажите о себе сэр у меня там вообще было случайно так как то странно все совпало во-первых я начал рисовать такой склеил три листа ваттмана это примерно метра три в длину и начал чего-то рисовать там каких-то греческих богов застолье что-то такая многофигурная композиция мне позвонил мой приятель и сказал что он слышал параде что на студии хотят организовать на студии научно-популярных фильмов хотят организовать художественную мультипликацию я взял этот эти свои рисунки вот это огромный полотнище пришел туда и там сидел человек 30 художников наши из художественного института такие задрыпанные все дядьки такие судя по всему очень крепко пьющие но рисунки у них но живопись такая фантастическая и когда я зашел директор посмотрел картинки а он не очень хорошо понимал мультипликации но он понимал что это в общем то похоже на мультипликацию и на хрена ему это живопись когда вот что-то такое есть уже и поэтому он меня взял как ни странно меня еще трех человек взяли он считается одним из основателей так сказать нашего украинского направления в анимации он ирина боисовна гурвич пружанский вот есть несколько человек которые как бы стояли вот женя сивакуни как бы стояли у истоков студия действительно была она же была и по мощности и по качеству в общем-то на втором месте после с мультфильм одно время да мы даже были впереди с мультфильм потому что мы делали по-новому по-своему никто так мы понимали что делать так как это фильме как у диснея а может без без образования специального были не получится поэтому каждый придумывал свой ход не 10 свою заслугу и оставлю что я начал приглашать своих друзей вот которые оказались лицом этой студии сразу за ним потянулась череда всевозможных сплетен всевозможных слухов всевозможных скандальных так сказать происшествий ну например там один только стоит чувствует стриптиз галяком на столе значит перед всей аниме вши от восторга публика это был на новый год после чего вы перевели в осветитель и он был год в осветителя ходил у меня есть такая в тайне мысли что он не настоящий кинорежиссер ваша настоящий режиссер во-первых не должен кого-то хвалить из коллег настоящего должен зацикливаться только на себе додик в этом плане хвалит всех он безумно говорится рад успехом коллег значит считают что он не совсем настоящий решет давиду дает дается например на год до на год период какой-то период съемочный чтобы каждый месяц что-то делать да из 12 месяцев давид не делает 9 месяцев ничего потом за три месяца до окончания уже значит перед тем как сдать картину картин еще нет вся группа значит переселяется как у нас прощаются со всеми родными близкими берут собой одеяло подушки нас переселяются как на войну прощаются уходят и переселяются все на студии научно-популярных фильмов там же живут там же не коврится и и кушают и питается и киряют и за три месяца он делает то что должен сделать за вот такая вот у него своеобразная творческая манера всегда в начале картины всегда пока ты раскачаешься пока ты наберешь темп в начале еще не знаю что и как куда она пойдет к середине картины уже ты начинаешь понимать что ты делаешь а концу же естественно корабль разгоняется и идет с такой скоростью фантастической но самое страшное не врал а самое страшное окончание картины и вдруг все оборвалось все сдал и вдруг что делать работает он очень быстро вот у нас совсем недавно была история когда надо было там за два дня нарисовать все персонажи он просто сел я был поражен и был поражен и я просто я могу об этом судить профессионально потому что у меня первое образование живопись я понимаю что такое рисовальщик хороший да не будучи художником по по фаху да он рисует блестяще чувство карикатуру у него врожденное это очень важный момент потому что вот одаренные от природы карикатуриста и их редко они редко появляются вообще в принципе потому что мультипликация вы сами понимаете что мультипликационный персонаж это же не обыкновенный человек не просто человек в человеческих пропорциях жива не сделаешь это в общем то урод тому же он как человек таскать такой интересующийся всем и впитывающий в себя там чужую культуру допустим что такое хорошее он очень чутки таскать был к разновениям и так как хороший хозяин он собирал в себя что он то видел музыку он очень интересно подкладывает значит он подкладывает примера не знаю у кого научился подкладывать музыка нару михаила воронина уже берет на глазок а так берет до музыку опа это коротенько даже не слушай так опа это длиннее так о это хорошо здесь мы обрежем здесь мы подложим сюда просил миша воронин так сказать только в кинематографе и как ни странно все ложится и самое главное что не истерик он как раз умеет в критических ситуациях как раз а их бывает немало во время картины оставаться таскать спокойным и самое главное не нервирует вот например выражение которое я у него переснял радостная драка началась радостная драк шикарное выражение такой парадоксальный но вместе с тем это чисто вот выражение черкасского практически все персонажи чем-то похожи на него этот взгляд это все это это его дети это все его части понимаете это все водить поэтому конкретный он похож на доктора лифте с непонятной такой восторженной эмоции яркие это все мои любимые дети я делал все картины каждый год по две части потом я сделал мистерию бух уже пять частей потом в рунгель это 13 частей и так далее то есть я сделал 47 частей нормальный человек в общем это не сделает когда скажем предложил борис петрович сделать украинскую сказку я начал читать и смотрю все сюжеты одинаковые вот волшебников и в русской если еще каких-то белорусской и так далее все оно есть и в английской есть такие похожие очень и тогда я придумал на мой взгляд шикарную штуку я пригласил пригласил композитора он говорит зачем вам чтобы я писал музыку лучше давайте пойдем в хор веревки и они нам напоют ну хорошо пришло ко мне четыре таких мужика с вузами которые раньше пели а сейчас одни играют уже только я им поставил водку у нас на студии в павильоне помидоры огурцы в общем было застолье такое а теперь пошли давайте петь старой и не хочешь а вот она не пить а вот и думал думал молода не пить часа 3 настоящих песен украинских но такие из этих песен я сделал фильм и у меня получилось украинская картина а не русская а не английская а не белорусская потому что сюжеты там везде одинаковые тут одинаковые но получилось вот на всех этих песнях получилось и мне она тоже очень понравилось еще одно замечательное качество когда умение перелистывать страницу оценить время не мучиться в чем-то долго вот это качество мудреца у меня жизнь была всегда счастливая счастлива а знаете почему потому что работа была радостная вот любимая просто работа и на работу идешь как на праздник есть десяток наверно человек в мире которые в принципе держит вот этот детский мир на своих ладонях это вот татарский марштейн это бардин это назаров это дисней да и их не так много как как кажется все же остальное это все тушь то вот это и японская непонятная с отрезанными головами с космическими пришельцами которые делают колоссальный вред детству людям и будущему есть такая шутка что когда у творческого человека спрашивают если у вас дети могут назовите город девиз без женщин жить нельзя на свете нет это полностью воплощает в жизни на черкасске потому что они для него служат и опорой источников вдохновения жуткого дот без женщин это не дот я первый раз влюбился в первом классе как сейчас помню но не помню объекта не помню но помню я сижу на парке рядом с мальчиком который со мной и он говорит ты кого-нибудь любишь я говорю да кого только никому не скажешь он говорит нет не скажу там как сейчас помню звали муха почему наверно муся ну наверно муха и он зараза поднимает на уроке рукой у черкасского спросил вы кого-то ты кого-то любишь он сказал я люблю муху я чуть не провалился до сих пор помню можете представить это первый класс школе в институте да было чем у меня всегда любовь была неудачная неудачно влюблялся и очень страдал поэтому на тихо как-то организм защищая стика как-то убрал вот это вот частности мы приписывают три таких формулы одна из две вернее из них по моему действительно это его авторские за счастьем не надо бегать нужно стать у него на пути и она на тебя наткнется второе это что не нужно гоняться за деньгами нужно просто идти им навстречу и третье не так страшно гоняться за женщинами как страшно поймать хотя бы одной из них давид янович сказал войдем в помещение мы вошли в помещение и тут появилась дама давид янович сразу павлиний хвост сзади такой раскрылся и вроде бы все шло к тому что они сговорятся и в этот момент заиграла музыка как назло соседнем зале и он решил пригласить даму на танец за можно и дама пошла значит они ушли танцевать проходит минуты две вылетает из этого зала это дама зареванная подбегает хватает сумку и убегая я думаю что же он там такое делал во время танца и вдруг возвращается давид янович его давид янович вы весь вечер говорили что вот она судьба это же ваш человек и все ушло к этому дело сказал нет она не умеет танцевать его как это это решило ее судьбу да не параз как она танцует и все так что давид янович человек скажем этих самых у твердых устоев крепких поэтому его так не сшибешь на танцы мы пришли взгляды чуваки и давид одел белый пиджак белые штаны подошел к зеркалит ну что сынок пойдут тряхнуть стариной саша говорит пап смотри чтоб старина не отвалился я вот таком несколько приблотненном образе ряда я наслышу на ваших донжуанских победах о вашем знаменитом списке научите вот как покорять женские сердца потому что у меня вопрос стоит иногда проснешься блин какая-то муза у меня недавно укусила такие стишаты даже на эту тему написал на свой вкус и риск почему я не в постели с гвен стефанией почему не спит со мной ванесса паради почему в постели съемной на диване не пригреет сальма хаек на груди почему стриптиз не пляшет мне домашний не трясет огромной задницей джейло как же так не едет в сауну шакира не со мной не даже с кем-то из друзей не оставит хайли берри сувенира в виде лифчика на тумбочке моей почему я брэда пита не подвину из постели анжелины не пойму я вот задавал такие вопросы риторические давид яныч как мне научиться вот вашему этому таланту соблазнителя ну ну скажу приличной встречи не надо телепаться сзади и не спрашивать сколько сколько который час и так далее нужно остановить ее повернуть к себе начать нести то есть такое чтобы вот так говорить 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 и главное выкинуть подлежащие из предложений чтобы она не понимала про что ты говоришь и пока она придет себе она уже твоя он был мастер отхода во первых это тоже опять-таки я вам скажу что редкая редкий дар я бы сказал дарование наконец-то встречает ее она девичья грудка узкая талия такая корма он с ней танцует она неровно дышит а давид знаете как разговаривает тот же язык знает в совершенстве он подходит do you speak english yes он говорит химингуэй yes он говорит нефиг делать и все это он поддерживает красивый разговор на фестивале и он ей do you speak english на yes химингуэй yes нефиг делать танец и они танцуют и он говорит и давид приглашает ее на сегодня потому что завтра ему летать и говорит самую страшную фразу своей жизни это было наверное одна из роковых ошибок его его биографии а вы заметили что он совершенству знает английский язык он говорит имею ввиду сегодня tomorrow на гетт ездали tomorrow tomorrow давид собирает деньги одалживают деньги усеет наскребает какую-то сумму набирает шампанского виноград ананас и все музыку включил оделся красиво там-там-тарам тарам-тарам тарам-тарам пам 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 езда вид тан-тан-таран таран-таран-таран и в 12 часов, Мария так я говорю, tomorrow езды, да пошла ты напился, утром летит и рассказывает Данелий, по-моему говорит, ты представляешь так меня вот, я так поверил такие глаза ну просто вот как Отелло обманули знаешь, и я ей так а она, я ей говорю сегодня, сегодня, приходи она говорит, да, да, я ей говорю tomorrow, tomorrow, говорит, что? tomorrow, это завтра ха-ха-ха-ха-ха-ха Давид, вот, говорит, видели ли вы грустного Давида? Наверное он молчал он молчал 10 часов, просто летел и молчал ну и слава Богу, эти удары мы держим в нем сохранился юношеский азарт вот я знаю, мне когда-то женщина сказала, что до тех пор, пока в мужике живет ребенок, он жив как мужик до каких пор? Это будет продолжаться вот мне кажется, что у него влечение и к женщине вкус сохраняется еще и благодаря тому не только благодаря там потенции или его физической возможности благодаря тому, что он в душе хулиган свой, понимаешь в хорошем смысле хулиган, ребенок я помню для себя тоже записал такую фразу, которая тоже отражает его мировоззрение, что грех предаваться унынию когда в жизни есть столько гораздо более приятных грехов он у нас такой один мудрый точно на средину он один а стоит двух смелый словно ченгадьгук он мужчина от и до сексапильный бельмондо умный но не арбенин щедрый хоть и не грузин он мужчина монолит он черкасский он давит самая, на мой взгляд, лучшая картина это доктора Эболит там она музыкальная она мощная очень по музыке по ритму в общем, она моя любимая «Маленькие дети, ни за что на свете не ходите в Африку гулять» «В Африке, акулы в Африке, кориллы в Африке, большие крокодилы, будут вас кусать и не обижать» «Не ходите, дети, в Африку гулять» «В Африке, разбойник, в Африке, злодей, в Африке ужасный варвали» «Мясники, как говорится, ему дорога заказана, вот так же, как и в директора магазинов, а вот что касается профессии, связанных вот с общениями с людьми, да, может быть, он был бы ведущим» «Старитные гавайские песни» «Хотя вряд ли, хотя вряд ли, но он был бы быть директором «Дома кино», предположим, вот чего бы и нет» «Ну, директором ресторана хотел бы, «Дома кино» нет, а вот директором ресторана, вообще иметь ресторан, наверное, хотел бы» «Адейденш хотел всегда стать, по-моему, театральным режиссером, он, по-моему, и с молодостью мечтал об этом» «Театральным режиссером хотел бы быть тоже, очень люблю, и мы же оформляли с родной в Киевском оперном театре спектакль, в Одесском оперном и в детском музыкальном театре, и это было очень интересно, театр это вообще шикарная штука» «Вероятнее всего, он бы стал таким Миклухом Аклаевым, ну, может, не таким одичавшим, как тот, да, не зарос бы бородой, да, может быть так, но думаю, что он бы путешествовал «Что он очень талантливо путешествует, Давид Янович, вот мы куда не ездили, он очень, знаешь, неиндифферентно относится к тому, что происходит вокруг» «Он умеет наслаждаться, умеет ценить, что-то восхищаться, помнить, значит, есть же категория людей, которые приходят, а где я был? А это я там вот лежал под пальмой» «Я его не вижу в политиках, я его не вижу в каких-то физико-математических сферах, понимаешь, этот человек с глубокой фантазией, огромной, широкой фантазией, понимаешь, все-таки он режиссер, я так полагаю Даже когда он снимал, снимал и снимает с артистами игровые какие-то моменты, то в нем сидит режиссура» «Снимался бы фильм, скажем, да, и кого бы можно было пригласить на роль английского лорда, то, конечно, сразу возникает персоналия Давида Яновича» И вот о нем, как о лорде, можно, такой короткий анекдот, когда в колледже, английском колледже объявили конкурс на лучшее сочинение, в котором студенты должны обязательно упомянуть, обязательно, четыре условия Должен быть упомянут бог, королева, немножко секса и маленькая тайна И вот эти четыре условия, соблюдая, победил студент, который изложил сочинение, и все, в одном предложении «О боже!» — воскликнула королева, я беременна и неизвестно от кого Вот черкасский, мне кажется, такой, он английский лорд, он может подать вот такой вот юмор, понимаешь? Коротко, лаконично, но туда обязательно может бросить хорошую такую солинку, сольку, чтобы соль была Я никогда не видел в его поведении суетливости, что на самом деле не очень всегда приятно, да? А он такой человек очень авантажный, такой размеренный, а от этого он вселяет не только уважение к себе, он, кстати, вселяет покой определенный Вот когда есть Давид, как-то снижается вот эта степень паники, люди перестают метаться Если научпоп, ты правильно сказал, это место, это среда обитания, да, вот родной завод, то Дом кино — это клуб Для Давида это всегда был клуб, вот как почтенные англичане, да, ходят в какой-то клуб, где их знают, где знают все их повадки Вот так Дом кино В такси его мы провожаем из Дома кино, а он обычно уезжает, такой элегантный барин, причем не играющий барин, а такой барин, а он такой барин элегантный Мы его садим в такси, такси спрашивают, вам куда? Он говорит, а куда угодно, я везде на расхват Как в анекдоте, не знаю даже что выбрать, все такое вкусненькое, да, и спирт, и пиво, и водка, и все остальное По увеличенной, увеличенной, селезеночкой, аритмия, замечательно, какая прелесть Давид Янович вот как-то так мягко прошел по жизни и себе не отказывал ни в чем Он пьет, во-первых, хорошие напитки и хорошо закусывает И достаточно умеленный, это, по-видимому, сохранило ему такое долголетие У него, знаешь, есть такая потрясающая черта Он очень убедительно меняет вкусы Причем действительно убедительно Ой, я сегодня, нет, сегодня надо пить только водку Я пью только водку Подождите, Давид Янович, мы с вами пили коньяк всю жизнь Я, коньяк, водка, только водка Каждый раз выбирать новый путь Ну, не в жизни, имеется в виду, не глобально, не философски А просто каждый раз мы ходили другой дорогой А тогда у него был период, когда он пил коньяк с шампанским Вот почему-то, яудовидность, это же гремучая смесь Это кремлевские звезды Мы в детстве напивались до опупения Одним стаканом Я думаю, что и выпивка, и, так сказать, и вкусы Они тоже все время, они меняются Поэтому они все время свежие И когда он появляется, где бы то ни было В доме кино, он обязательно накрывает стол Ему важно, чтобы сидели люди Чтобы был праздник Вот он умеет, как... Он не только режиссер мультипликации Он режиссер в жизни Он каждый день очень вкусно создает Такое замечательное действие Я почему сказал, что он раблезианец? Он, у него начинается... Жизнь, включается кто-то, знаешь, как дискотека Да, кто-то, он так, раз, рюмочку В это время включили свет и замигали лампочки Все как-то окрасилось Все приобрело смысл Если на музыку людей перекладывать Так вот это человек джаз Роб, свина, грудинка, яичница Вот все, что мне нужно Был случай, когда мы в ресторане Банкет был И нам борщ дали, обед Обед, борщ дали И он отвернулся с кем-то, беседовал А я взял солонку всю Я ее так, ап, ему в борщ Разболтал, пока он что-то рассказывал Разболтал, разболтал, разболтал Все, а все виделись, смотрят Как же, что же будет Он там договорил, договорил, все Взял хлеб, ложечку И дальше Бой, слушайся, смотрят Слушай, а у кого-то соль есть? Он увидел, что наша пустая А что? Ребята, у кого-то соль есть? Дайте соль Барь, ему протягивает соль Он еще берет ложку соли Бросает в этот борщ Хап, 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 хап Съел, ложку бросил Встал и на покат Опа! И ушел И мы так, розыгрыш не удался В ресторане он все Мы что-то набираем И набирает Потом жадно это ест Потом отставляет Говорит, полное говно Я лучше готовлю Что-то в нем есть славянское Я говорю Он даже сало ест с чесноком Да, очень вкусно Обожаю Просто очень вкусно Поэтому я говорю Ты не еврей все-таки Но он, как говорил Что он ходил Пойдем в школе Вот в украинской рубашке В институте Тогда можно было купить вышиванку В любом магазине И она стоила недорого А я был влюблен Опять же неудачно в девушку Которая жила в общежитии И приехала из деревни В нашей группе Но не из-за нее я носил рубашку Потому что я даже не представлял В какой конфликт она входила С моим лицом Я себе представляю Надо покопаться в твоей биографии Давид Янович едет на Кубу Первый раз за границей Международный фестиваль И к нему привязался Один колумбиец И стал предлагать ему Жаркую, но чистую любовь Он бежит к Данелии И как испугана Незаймана девочка Говорит Данелия Меня хотят Этот колумбиец Он такие предложения Он так дышит мне в ухо Данелия говорит Давид Отдайся Но не сразу Пококетничай Получи подарки Ну как? Говорит Давид Тебя столько И долго Имела наша страна Что если тебя поимеет За деньги какой-то колумбиец Проси 500 долларов Кстати 200 мне за идею И тут пристает И пристает Наконец Давид Янович Делает так Хочешь Давай 500 долларов Давай И тут оказалось Что этот колумбиец Коммунист И он верит только в чистую Неплатную любовь Любовь не за деньги Отчего Давид еще больше На него обиделся Правильно говорят Что некрасивых женщин Не бывает А для меня бывает Как это? Как понять? А я не пью Давид Янович был приглашен В качестве Знаешь такого Третьей точки Давид Янович Нам нужен был какой-то Столб В хорошем смысле слова Не столб А столб Вот И пригласили Давида Яновича Как фигуру Деда Мороза заказывали Да, заказывали С вас 200 долларов 200? Ну, в общем, пожалуйста А когда он придет? Никогда Вы же его заказали Он не был председателем клуба Да? Но у нас, как ни странно Он выполнял некую Может быть Миссию Юрия Владимировича Никулина Присутствие Давида Мы как бы на нем поверяли Качество Уровень Уровень анекдот Уровень юмора Вступает Василий Иванович В высшую партийную школу Ему задают один вопрос Показывая на портрет Маркса Спрашивают Скажите, пожалуйста, Василий Иванович Это кто? Задумался Василий Иванович Тогда они им подсказывают На букву М Неужели Махнок? Как зарос? Еще маленькая такая деталь Это когда К Илюше Найбреву Подошла такая женщина Пожилая Пожилая женщина И говорит Вы знаете Вы там такие ахальники сидите Такие Знаете, чувствуется У вас просто мат висит на устах Потому что мы видим Смотрим эти ваши передачи Золотого гуся Один у вас только черкасский Он сидит и помалкивает Самый из вас талантливый человек На что Илюша сказал Он помалкивает Потому что все, что он говорит У нас вырезают Иногда мне кажется Я там с одраганием Мы ему предоставляли слово И думали, что он Ну как Он же не чтец Да Не артист И Отсюда понятно Что от зажима Будет косноязычным Но я приноровился Хотя думаю, что не очень Потому что Я за ними и не гнался У меня была своя линия Я играл такого смущенного Недоумка вроде бы И который не все помнит И у меня Вот это у меня получалось Как раз хорошо Никогда не было случая Чтобы он загнал себя в тупик Чтобы он зашел в угол И не смог оттуда выйти Никогда Он всегда находил Точную фразу Всегда вот При малословии Очень-очень смешно Ёжик заходит В аптеку И просит 50 презервативов За ним два зайца Которые стояли За него очередь Рассмеялись Он на них так Невнимательно посмотрел Сказал 52 Когда Давид Яныч Чего-то не хочет делать Он никогда не скажет Что нет Я не буду этого делать Вот созвонимся Додик Ну ты придешь Созвонимся Это я точно знаю Что не придет К нему вот Абсолютно применима Цитата из Бабеля Беня говорит мало Но Беня говорит смачно Беня говорит мало Но хочется Чтобы он еще что-то сказал Вот это абсолютно Адресовано И применимо К Давиду Янычу В больнице В палату Стук в дверь Стучится Больной говорит Войдите Входит сестра Подсаживается к нему На постель Сдергивает с него Одеяло Снимает с него Трусы Переворачивает его На живот Делает ему Укол мощный Опять переворачивает Натягивает Трусы и уходит Он ей вслед говорит Простите А зачем вам нужно было Стучаться Он сдавал картину При включении капитана В Рунгеле По заказу Госкино И тогда Конечно Все это гнали Так чтобы К концу года Обязательно сдать картину А я привел На экскурсию Четыре стюардессы Красивые Четыре стюардессы И они попросили Меня Говорят Покажи Как вы их делаете Эти мультики Я их четверых Принес на студию Группу завел Посадил Они смотрят Эти картинки Тогда же Все это же рисовано Красками заливалось Они все это им показывают В группе И влетает Разъяренный Черкасский После разговора С руководством Госкино В Москве Летает группу С криком Да я еду Еду в Харьков Мы хохочем Стюардессы Не понимают Почему мы ржем Потому что мы-то знаем Что он хотел сказать Потому что это был Шел откровенный мат Но увидев чужих людей Он тут же Гап И почему-то Ляпнул Еду в Харьков И вот однажды Мы поехали Паперный Давид Черкасский И я В Днепропетровск Поехали мы В Днепропетровск А сами оставили Давида С вещами Посредине Киевского вокзала Мы бежим На объяву И просим Объявить По вокзалу Пассажир Черкасский Ездущий В Днепропетровск Вы едете В Харьков И он сразу Бах-бах-бах Какой же Харьков Повторяю Пассажир Черкасский Ездущий в Днепропетровск Вы едете в Харьков А мы в переходе С Вовкой В стеклянном Верхнем На вокзале Стоим и наблюдаем Он тогда Смотрит туда И показывает Ну говорит Разыграли старика Что же вы делаете Это мы были в зоопарке В Венском А я никогда не присматривался К этим табличкам А у них Это очень здорово сделано У них Среда обитания Да Вот там Какое-то животное Потом карта Среда обитания И обязательно Враги И с кем он Уживается Вот думаю Что если бы были Такие таблички У нас То как раз Вот этой вот Графы враги Может и не было Родику надо отдать должное Что он все же Не терял никогда леса Вот так То есть он Я его просто не помню В таком состоянии Хотя были конечно Неприятные моменты В жизни Это естественно У каждого человека Такие вещи Но он всегда умел Держать так сказать Себя Вот я даже не могу Припомнить Чтобы я слышал От него О ком-то Вот чтобы он говорил Там С ненавистью Это вообще Неприменимое слово Даже Ну скажем С какой-то неприязнью У него даже Если неприязнь Ты понимаешь Что он Не разделяет взгляды Этого человека Этот человек ему неприятен То все равно Это будет ирония По поводу этого человека Никогда не будет Открытого Да Вот я никогда не слышал А вот этот Сволочь Негодяй Который там Праведного гнева В его речах нету Еще раз говорю Может быть Ирония Даже не ирония Он может саркастично Пошутить по поводу кого-то. Вот так вот. Наверное, это самая такая, знаешь, густая краска для него. Самая ирония – это его коронное оружие. Я считаю, что самая ирония, знаете, это в какой-то степени техника безопасности бытия. Наша жизнь состоит на 5% из того, что действительно происходит, а на 95% из того, как мы к этому относимся. Вот он относится ко всему очень легко, спокойно. Для нас это своеобразный лидер, своеобразный гуру, потому что мы учимся у него такому веселому разгильдяйству, учимся все вещи, все проблемы оценивать, прежде всего, с точки зрения какого-то положительного момента. Вот. И иметь всегда в запасе какой-то такой хороший, хороший позитив. Я счастлив, потому что я по натуре счастлив. И мне кажется, что это не из детства идет мое счастье. Это просто мне подарили мои родители вот такой оптимизм. К нему народ тянется, как к вожаку. Вот если стая, то вожак обязательно на него взор у всех падает, понимаешь, у всей стаи. Да ведь я уже, вы сами понимаете, он яркий человек. Он всегда хорошо одевался. И сейчас он выглядит. Вы знаете, что к старости люди, когда переваривают за 70, как правило, они таких превращаются в таких неухоженных стариков. Небритых и неважно одетых. А посмотрите, как говорит Дэвид Яныч. Он никогда не выходит на улицу небритым или еще, так сказать, в каком-то таком-то затрапезном виде. Он и в советское время носил так брюки. У него самые лучшие брюки были в Киеве. Потому что даже Параджанов сказал, что единственный человек, который может носить брюки хорошо, это Дэвид Яныч. Почему так долго он сохраняется? И почему так долго он радует и привлекает, и притягивает к себе людей? В нем есть какой-то... Он спортсмен. Он внутренне спортсмен. Я там, скажем, узнаю, что Дэвид Яныч заядлый лыжник. И я понимаю, что это блеф, что это легенда, что он придумал историю, что он гоняет по горам. И вдруг мы с ним едем в Лапландию. Он там пару часов проводит с тренером и потом начинает съезжать с горы регулярно, каждый день. Я не знаю природы, но он стоический человек. Понимаешь, что он очень сильный человек, невероятно сильный. Мы просто не видим, когда ему плохо. И не знаем, когда ему плохо. Потому что он настолько силен, что не позволяет плохому давлеть над ним, наверное. Или не позволяет нам печалиться. В одесских рассказах был такой персонаж Рэбе Гидалия, который говорил, что когда я предстану перед Всевышним, он не спросит меня, почему я не стал Ротшильдом или Рокфеллером. Он спросит, почему ты не был самим собой. Нельзя жить в прошлом и нельзя жить в будущем. А жить надо вот в сию секунду. Сегодня живешь и уже шикарно. Завтра живешь, и все лучше. А то, что было, было, это у тебя все в запасе. Оно за тобой идет, оно от тебя никуда не денется. И не строить больших, грандиозных планов. Потому что, опять же, знаменитая фраза, не все от себя зависят. И поэтому, если ты уж строишь планы, то смотри, рассмешишь Бога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин